Всем привет! Хочу показать вам, что в Батуми, оказывается, есть библиотека. Вот рабочие часы, вот как она выглядит. Итак, заходим внутрь. Внутри очень интересно. Господа, это у нас Илья Чавчавадзе. В честь него есть улица в Батуми. Обязательно нужно измерить температуру, и таким образом вы будете запущены в регистрацию, для регистрации допущены. Регистрация находится справа. Заходите, даете свою передобу и имейте доступ к книжкам, что весьма важно. О, у меня, кстати, сейчас идет ощущение деживю, хотя я здесь первый раз. Вот, Мирослав сам лично пойдет сейчас в регистрацию со своей личной передобой. Я хочу обратить ваше внимание на то, что есть американский уголок. Этот американский уголок выглядит следующим образом. Очень интересно. Вот. Сейчас написано, что закрытый навикенд, поэтому зайдем с вами сюда. Другой раз. Вот, мы зашли в регистрацию. За неприезжие, за батумчане. Да, вот мы уже настоящие грузины, у нас есть Перодоба. И мы обращаемся в библиотеку. В 21 век. Хотим завести личное дело. Два лари нам нужно заплатить. И только это единожды взнос. Сейчас достану два лари, господа. Вот у нас Апаки Церетели. Тоже знаменитейший человек. Пока господа оформляются, я проведу вас по коридорчику. Что здесь у нас такое? Виктор Пигол. Красный. Есть доступ к мировой классике. Стоечка с нумерацией на грузинском языке. Мне нужен переводчик с грузинского. Столько информации проходит мимо, я даже, скажем так, и не знаю. Хотя хотелось бы знать побольше. Лестница на второй этаж. Скорее всего, это читальный зал. Смотрю, сегодня в движнях. Куча людей. Или читальный зал здесь. Сидят люди, читают газеты. Вот так. Дерочки открываются, закрываются. Я хочу подняться на второй этаж. Значить, что здесь находится. Так, что здесь написано? Скорее всего, это какие-то... Цитаты известных людей. Читальные залы. Вау, какая комната классная. Вот здесь действительно прикольно читать. Напоминает мне французские кафешки. Вид из окна. Старый город. Процесс оформления литературной карточки немножко затягивается. Я уже возвращаюсь с второго этажа. И Мирослав до сих пор еще не бежит. По лестнице наверх. Это значит, что они еще здесь. Вау. Лично. Ребенок подписывается у нас. И получает свой читательский квиток. На второй этаж, да? Нет, прямо, прямо. Просто прямо заходить в читательный зал. Хорошо. Итак, мы заходим в читательный зал. Видите, бабло-бал. И Мирослав идет и оформляет свою карточку. Вот так вот у нас выглядит читательный зал. Замечательно. И... Ух ты! Какие старинные газеты. Боюсь даже трогать. Ой, спасибо. Мне подняли страничку. Можно заглянуть. Давай еще раз. Травильные книжки. Всегда любил библиотеки. Вот для самых маленьких тоже можно посидеть, что-то почитать. Красота. Так. Оформляемся. Как замечательно иметь коллекцию книг. Это прекрасно. Русского сектора. Вот у нас имеющиеся книги. Остальные на грузинском. Вот мы взяли одну книжку. Нам дали одну книгу. И с ней, скажем так, мы можем ее считать до 23 марта. Вот такие правила, друзья. Итак, книжка у нас. И мы радостно можем идти в парк. Дышать чудесным морским воздухом. Так как море совсем рядом. И наслаждаться. Наслаждаться прекрасной жизнью. И тем, что мы живы. Я еще не проверила, что за этой дверью. Ага. Так. Оу. Как миленько. Можно даже сидеть. Вот и прекрасно. Можно посидеть. Даже кофеюсик к собой взять. Очень интересненько. Друзья, сегодня мы с вами были в библиотеке города Батуми. Мы с вами были в доме. Мы с вами. Субтитры сделал DimaTorzok